Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы ответим на такой вопрос. Что на самом деле сказал сотник о Христе, распятом на кресте? Существует некая экзогетическая проблема. Например, евангелист Матфея пишет, что сотник сказал «воистину он был сын Божий». Марк говорит в сущности как бы то же самое, но у него есть добавление. «Истинно человек сей был сын Божий». Лука записывает слова сотника несколько иначе. «Истинно человек этот был праведник». И возникает вопрос, что же на самом деле сказал сотник, когда Христос умирает на кресте и происходят катаклизмы в мире природы, солнце скрывает свет, буря, землетрясения. В православной толковой Библии предлагается такое объяснение. «Но если во время смерти Христа и последовавшего за ней или во время нее землетрясения сотник принужден был оставаться с войнами на Голгофе, то другие, оставив все свои насмешки и издевательства, начали быстро расходиться по домам от страшного голгофского зрелища, некоторые ударяя себя в грудь». То есть сотник и его люди, за которых он отвечал, они не покинули сразу это место. Поэтому мы можем предположить, что событие, оно растянулось во времени. Там надо было выяснить, кто имеет право снимать его тело. Собственно говоря, по римским законам, если кого-то распинали, их тела родным не возвращали. Поэтому отправился Иосиф Аримафейский просить тело Иисуса и старица Никодим. И когда было установлено, кому дано такое разрешение, поэтому восклицаний могло быть со стороны сотника несколько, он мог поражаться и тем переменам в мире природы, он мог быть поражен, как продолжали его любить немногие ученики его, которые тут же оказались под крестом и как бережно с любовью, они снимали его драгоценное тело. И фраза, поэтому она непосредственно могла быть услышана Иоанном. Иоанн мог поведать об этих словах другим ученикам Христа, и тому же Матфею, и тому же Марку, и тому же Луке. Сам Иоанн в своем Евангелии, он выделяет темы, которые ему наиболее интересны и близки. Он доказывает божество Христа Иисуса, это как бы для него доминирующая тема. Но апостолы и евангелисты могли общаться и с женами, которые там находились. И разные жены из числа будущих мироносец, они могли слышать несколько восклицаний этого сотника, который уверовал и пребывал в неком таком смятении относительно своей прошлой языческой жизни. И это могли быть разные восклицания, но суть их одна. Значит, у Матфея подчеркивается, что сотник исповедует Иисуса Сыном Божиим, а вот у Луки, что это истинно человек. То есть исповедуя его Сыном Божиим дважды, по версии Матфея и по версии Марка, у Луки он исповедует его истинным человеком. То есть, возможно, он был посвящен в тайну Бога человечества Христа в этот момент и понял, что это истинный Бог и истинный человек одновременно. Поэтому здесь мы наблюдаем не противоречия, а очень-таки значимое, интересное уточнение, которое рассказывает о том, что же пережил этот человек и в каком диапазоне ему открылась эта истина. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели еще одно из сложных мест Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы рассмотрим другой вопрос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о выходе новых передач. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...